Закон образования, который собираются принимать во втором чтении в ближайшее время и поправки к нему будут внесены в Думский комитет уже в конце этой недели, это одна из самых актуальных тем и тем судьбоносных по-настоящему для дальнейших перспектив России. Такое впечатление, что разработчики реформы образования считают, что наибольшую опасность представляют именно люди образованные, которые не допущены до социальных лифтов, соответственно, не могут себя реализовать. Чем ниже будет уровень образования, тем ниже, согласно их точке зрения, будут запросы населения. Об этом говорил, помнится, Герман Греф достаточно откровенно на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне месяца. И недавно в том же ключе выразился Владимир Вович Жириновский, сказав, что у нас переизбыток образованного населения. И вот что мы имеем в законопроекте об образовании. С одной стороны, первые главы, первые статьи нам говорят о гарантиях бесплатного образования конституционных. И другие красивые слова, что должны быть квалифицированы учителя, замечательные условия пребывания учащегося в школе или в вузе. Но если более внимательно прочитать этот законопроект, оказывается, что за громкими фразами нет практически никаких гарантий. По сравнению с тем законом образования, который действует сейчас, он у нас достаточно старый, надо сказать, с многочисленнейшими поправками. Это закон еще 1992 года. Так вот, по сравнению со старым законом, новый закон отнимет у людей, фактически отнимет и конституционное право на бесплатное образование. Каким образом? Во-первых, не гарантируется преемственность, прежде всего, между средней школой и высшим образованием. Преемственность образовательных программ, содержания. Закон не гарантирует бесплатных знаний, достаточных для поступления в институт. Он гарантирует только минимум знаний для сдачи ЕГЭ, чего, естественно, недостаточно. Далее, если в старом законе, хотя это было до 2001 года, но эта норма существовала. Государственный образовательный стандарт для средней школы, где именно определялось содержание, что будут изучать на уроках литературы, будет ли война и мир, или Анна Каренина, или преступление и наказание. Все это давалось в государственном стандарте. И согласно тому закону 1992 года, госстандарт должна была принимать Государственная дума. Поскольку у нас дума была коммунистическое, правительство ельцинское, либеральное, стандарт никак не могли принять. Хотя, по сравнению с тем, что принято в последний год в качестве стандарта, то, что предлагалось Государственной думе в конце 90-х годов, это верх компетентности и верх гарантии содержания образования. Потом была принята поправка в закон об образовании. Этот пункт убрали. И, соответственно, не митьем, так катанием все это было переведено на уровень приказов министерства. И в последний год-полтора были как раз приняты стандарты образования для младшей, средней и старшей школы, где содержание было полностью выхолощено. То есть уже упоминания о каких-то произведениях, например, в программе по литературе, отсутствовали. У нас существует теперь только понятие. Нужно изучать, что такое конфликт, что такое литературный герой, что такое поэтика. Но на каком материале это изучать, уже не упоминается. Пожалуйста, учитель волен изучать на материале Дарьи Донцовой, Гарри Поттера и вообще чего угодно. И таким образом переводить изучение русской классики, например, полностью на коммерческие рельсы. И, к сожалению, в новом законопроекте образования это все опять уходит на уровень приказов министерства. И даже не прописана какая-то общественная экспертиза предварительная федеральных образовательных стандартов. Между тем, как последние стандарты принимались, особенно для старшей школы, где как раз там многие предметы были исключены из обязательных, принимались под гул негодования научно-педагогической общественности. Абсолютное большинство экспертов было против. Между тем, этот стандарт приказом прошел. Новый закон нам, собственно, гарантирует только тот же самый волюнтаризм министерства. Далее, если говорить о дошкольном образовании, например, то сейчас у нас гарантировано бесплатное обеспечение и воспитания, и образования дошкольного. И при этом плата за пребывание ребенка в детском саду, она гарантирована на минимальном уровне. В новом законе об образовании вообще ничего не говорится о воспитательной работе. Таким образом, детские сады имеют возможность эту часть пребывания ребенка полностью коммерциализировать. Некоторые, насколько я знаю, поскольку принятие закона об образовании ожидается в самом скором времени, и действовать он начнет с 1 января 2013 года, некоторые детские сады уже объявляют о том, что плата будет повышена в 34 раза. Они уже посчитали. Еще одна проблема этого закона – это практически полное устранение самоуправления и в школе, и в ВУЗе. Непрописаны механизмы воздействия родителей, родительских комитетов, каких-то учительских советов. Директор в школе или ректор в ВУЗе утверждается уже в качестве такого феодального магната, который волен поступать практически как угодно и со своими сотрудниками, и с образовательными программами. Почему? Потому что нет выборности. Вообще нет, не прописан выборный механизм. Кстати говоря, в предыдущем варианте этого законопроекта, до поступления его на рассмотрение в Государственную Думу, различные механизмы были в том же самом ключе феодальном, но они были прописаны. Сейчас это полностью отдано на откуп министерству и его приказам. И предполагаются варианты и назначения ректоров президентом, и учредительным органам, и вроде как выборы. Но каково будет соотношение, будет определять именно министерство. Сами понимаете, к чему это может привести в самое ближайшее время. Что касается академической свободы, вообще свободы преподавания. Этот законопроект нас отбрасывает назад даже по сравнению с университетским уставом 1804 года. С одной стороны, не прописаны механизмы самоуправления в вузах. И с другой стороны, преподаватель может быть фактически уволен за политику. То есть за что угодно. Если в действующем законе у нас нельзя проводить агитацию политических партий и общественно-политических движений, то в законопроекте формулировка расширена в пять раз практически. И там уже включается очень странная формулировка «способствовать принуждению к принятию или отрицанию политических, религиозных или иных убеждений». Словосочетание «иных убеждений» здесь особенно замечательно. То есть можно любую преподавательскую позицию, в том числе и по научным вопросам, сюда отнести. И в результате это еще один механизм диктата руководства учебного заведения по отношению к своему преподавательскому составу. Последний момент, который также не менее важен, это 91-я статья данного законопроекта, где предполагается на государственном уровне фактически признание религиозного образования как части государственного. При этом образовательные программы в отношении религиоведения, теологии и дисциплин с ними связанных должны утверждаться у соответствующих религиозных организаций. Таким образом, впервые за всю историю и Российской империи, вообще высшего образования в России и массового среднего образования, берем мы императорскую Россию, тем более Советский Союз, даже в императорской России у нас в государственных университетах не было кафедры теологии и не было теологического образования. Сейчас они появляются, как будто мы находимся в XII-XIII веке. То, что в Европе сохранились эти кафедры, это как раз просто давняя традиция. У нас этой традиции не было. Зачем ее вводить, зачем отбрасывать страну в Средневековье? Между тем, это происходит, как и обязательное изучение основ духовной культуры, так называемых, а фактически религиозного образования в школах. Что объективно, особенно в регионах со смешанным населением, так называемых контактных зонах, где достаточно большое представительство разных конфессий, несомненно привезет к этноконфессиональным конфликтам. Вот мы помним ситуацию в Ставрополе с девочками, пришедшими в школу хиджабов. И это только первые весточки. Если религиозное образование у нас будет внедрено на государственном уровне, то никакой консолидации российского общества это не приведет. И поскольку все эти положения внесены в определенные статьи и объективно не касаются декларируемого духа законопроекта, то есть вот его приняли в целом, он в целом так и может существовать, но поправки, которые еще есть шанс принять, они могут сохранить нам хотя бы остатки нормального светского, общедоступного образования, которое у нас имеется с советских времен. Потому что согласно Конституции России, Россия это социальное государство с бесплатным образованием, бесплатной медициной, с свободой совести. И фактически данный законопроект пока что в данном виде дает возможность для нарушения этих конституционных норм. Мне кажется, что наше общее дело этого не допустит.